Всем привет! Как видите, сегодня я выгляжу необычно, потому что у меня есть подшлемник. Подшлемник это очень важная вещь, если вы катаетесь в холодное время года, потому что голова, особенно мозги, это то, что дается вам один раз в жизни, и их нужно беречь. А еще лучше тренировать, но об этом позже. Итак, чтобы их сберечь, нужно их утеплить, иначе вы их простудите, и хорошего будет в этом очень мало. Поэтому рекомендую приобрести подшлемник. Очень удобная вещь. Вы одеваете подшлемник, и сверху одеваете шлем. Таким образом, вы получаете и безопасность, и комфорт, что очень важно. То есть, ваша голова остается в тепле, и ваша голова защищена от, так сказать, деформаций внешних, если, не дай бог, они могут с вами случиться. Вот так вот это все происходит. Одевается элементарно, то есть никаких преград нет. Но все-таки вернемся к нашему подшлемнику. Подшлемник представляет из себя вот такую вот шапочку, можно сказать, небольшую, но очень практичную. Вот здесь мы видим даже небольшой такой флисик. Он согревает, что немаловажно. И здесь есть вот такие вот вставочки из полиэстерчика. Чем примечательно? Вот это вот защищает от ветра. То есть, лобовое, как раз лобовое у вас, часть головы, она защищена от ветра. Что тоже очень даже немаловажно. А сзади есть вот такая вот дырочка. Использовать можно, в принципе, так, как вам больше нравится. Скорее всего, для косички. Ну, да. Наверное, косичка. Ну, другие части тела, наверное, сюда не стоит просовывать. В общем-то, вот такая штука. Унисекс, замечу. То есть, подходит и женщинам, и мужчинам, и всем остальным. Вот такая штука. Барьер, термал. Все, что нужно для зимнего катания. Поэтому утепляем голову, утепляем все остальное, едем кататься. Сезон закрывают только слабаки. Всем пока. Я погнал.